Итак, всем привет! Это граница московского района Новокосино, на востоке Москвы и подмосковного города Реутов. Восточное Подмосковье. 16 марта, суббота, начало юбилейного проспекта в Реутове. Реутов, Наукоград Российской Федерации, Носовикинское шоссе. Статус города Реутов получил в 1940 году. До этого этот населенный пункт назывался Реутово. Статус города не имел. Население почти 107 106 990. Вот это Носовикинское шоссе в область. Как раз указатель. Торговый центр с супермаркетом Лента. Вот прямо будут подмосковные города. Мупермаркет метра. Железнодорожный 10. Недавно его посоединили к Балашихе. Электросталь 38. Орехово-Зуево 72. Это все восточное Подмосковье. Юбилейный проспект расположен между Носовикинским шоссе и улицей Октября. Я сейчас его покажу. Назван по 60-летию Октябрьской революции 1917 года. Застройка 70-80-х годов 20 века. Длина 2,6 километра. Идет от Носовикинского шоссе до проектированного проезда 4305. Там уже район Новокостяно-2. Более современная застройка. Станция метро Новокостяно находится тоже на границе Новокостяно-Иреутова. Вот как раз фестиваль «Крымская весна» сегодня начинается. И одна из его площадок расположена на Городецкой улице у станции метро Новокостяно. Носовикинское шоссе переходит в Кетчерскую улицу, в район Новогиреево. Тоже восток Москвы. Это внутри МКАДа. За МКАДом указатель был. Можно приехать в Орехово-Зуево, в Ликино-Дулёво. Как раз застройка меняется. От станции метро это тоже было видно. И сейчас это тоже видно. Это уже в Подмосковье. Подмосковье. Также юбилейный проспект есть в Химках. У меня есть видео с него. И так же, как и Химки, город рядом с МКАДом. Это самый въезд. У него с дом МКАДа километр. Четвертый километр Осковской кольцевой автомобильной дороги. Развязка с Назовикинским шоссе и Кетчерской улицей. По две полосы в каждую сторону. И первое подмосковное видео в новом году. Уже третий месяц. До этого все видео были из разных районов Москвы. Пересекает юбилейный проспект улицы Южная, Котовского и Академика Челомея. Дома разнообразные. Сразу видно, что это в Подмосковье. Потому что в таких районах Москвы, которые уже вблизи МКАДа, все дома похожи друг на друга. Уже современные районы. Здесь есть кирпичные. Кирпичные монолитные, панельные. В разное время их построили. ТЦ Курс. В Реутове. Юбилейный проспект 10. ТЦ Курс находится на Южной улице. Тоже близко к станции метро Новокосино. Новокосино. Конечная станция на Калининской солнцевской линии. Открытие состоялось 30 августа 2012 года. Скоро сюда тоже придет метро. Участок от Косино до Некрасовки откроется в этом году. 90 лет Московской области. С каждым днем лучше. Московская область тоже, как и Москва, каждый день меняется. Вот впереди уже Южная улица, перекресток. И уже дома посовременнее, многоэтажные. Мы в Астердаме живем. Давай. Посовременнее, как и Москва. Сынет. Мы вüllt. Мы вlease по метро. Поехали. а так конечно присоединение железнодорожного к балашихе было недавно и резко увеличилось население уже почти 500 тысяч полмиллиона население балашихи даже больше чем в твери хотя тверь это крупнейший город тверской области то есть по населению на первом месте балашиха на втором подольск на третьем уже химки вот в этом году население тоже увеличилось 254 тысячи это уже по данным 2019 года южная улица налево направо вот такой разноцветный дом его заметно из-за капитального ремонта вид его изменился вот такие указатели свой дизайн у каждого города подмосковья свой дизайн дома подписаны торговый центр курс вот как раз и дорога к станции метро новокосино суздальская и городецкая улице ресторан движение плотное все равно приходится ездить в москву потому что здесь мало торговых центров и крупных гипермаркетов как раз выходной день вот до метра 13 километров в сторону области электросталь в районе московского малого кольца малое бетонное кольцо а 107 реконструкция его ведется и скоро будет скат к 2025 году центральная кольцевая автодорога на Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво в районе А-108 московское большое кольцо и большая бетонка и большая бетонка динамы loud однако Одна из основных улиц Реутова, юбилейный проспект по своей протяженности. Вообще в каждом городе центральная улица. Это обычно проспект. В Москве в свое время тоже был проспект Маркса. Как раз самый центр Москвы с 1961 по 1990 годы. Сейчас это Муховая улица, улица Охотный ряд и театральный проезд. Магазины в жилых домах имеются. И уже 30 дробь 2. В Химках последний дом. 88 дробь 2. А здесь 78. То есть тоже проспект достаточно длинный и по протяженности такой же, как в Химках. Магазин «Сударь». В Подмосковье этот тоже есть. И в Химках есть на юбилейном проспекте. То есть уже общее появляется. Я это называю, показываю. Простелеком. Улица Котовского. Еще одно пересечение.